Что касается потребностей в персонале, уже развилку вам показывал, как движется по карьере человек в производстве, как он движется, если выбирает направление консультанта, кого мы рады видеть всегда в нашей команде. Ну вот, скажем, чтобы успешно работать с заказчиком, кроме академических знаний, умения донести, применить эти знания в решении конкретных задач, потребностей клиентов, нужны, на мой взгляд, субъективные. Такие вот качества у готового консультанта, эксперта. Как эти качества и компетенции развиваются? Ну, хорошо бы уже на начальном этапе обладать понятийным мышлением, способностью к анализу-синтезу, это выстраивание логических цепей, это декомпозиция большого на малое и определение причинно-следственных связей, там много есть еще вещей. Нужно, чтобы человек мог сам декомпозировать, искать решение задачи, поставленные грамотно, и доказывать оптимальность этого решения. Ну и, конечно, коммуникативные навыки, потому что соревновательность и, скажем, некий напор в отношениях как с заказчиками, так и между собой, ну, не всегда идут к успеху, скорее нужна приверженность тактике сотрудничества. Мы постоянно готовы рассматривать кандидатуры на включение в нашу команду. Почему? Потому что считаем, что это инвестиции в развитие компании. Риски? Да, риски есть. Что консультант, пришедший к нам на работу, выполнивший несколько проектов, имеет соблазн перейти в большую компанию. Ну, конечно, да, есть такая возможность, и мы не должны рассматривать это как вот крах нашей системы. Почему? Потому что специалист, перешедший от нас в большую компанию, очень часто превращается в заказчика, причем в очень подготовленного заказчика. Эти случаи бывали достаточно часто. Ну, а для профилактики все-таки мы постоянно совершенствуем свои системы мотиваций, и у наших сотрудников всегда есть перспективы карьерного роста. Недозагрузка специалистов. Ну, на самом деле, есть даже и выгоды от такой недозагрузки, и не нужно, чтобы специалисты на клиентских проектах были заняты там все 100% своего времени, потому что нужно время и для повышения собственной нашей капитализации, собственных компетенций, и нужно уделять время разработке собственных готовых продуктов компании. Вы посмотрите дальше, что из этого получается. Нехватка для новых клиентских проектов? Да, бывает, но мы делаем достаточно серьезный акцент на профилактических мероприятиях в эту сторону. И, как это называется, имеем наработанные холодные, горячие кадровые резервы и систему, когда стажеры, приходящие на работу в компании, не оставляются один на один с трудной задачей, а, скажем, находятся под заботливой опекой наставников. Ну, вот, например, что из этого получается, вам расскажет Александр Голдобин, который влился в нашу команду в начале года. Попал в коллектив простоев не случайно. До этого 10 лет работал в нефтесервисных компаниях и 2 года в крупной нефтегазодобывающей компании. Мне не хватало рабочего места, где я смогу постоянно дообучаться и применять опыт, который у меня уже есть. Работа в простоев – это не сидение с 9 до 6. Это ты постоянно в этом процессе находишься. Перед тобой есть интересные задачи, причем задачи разные. И вызовы – перед тобой, перед твоей командой. Еще один специалист – вчерашний стажер. Всем привет, меня зовут Дмитрий Волков, мне 25 лет, и я работаю в компании «Простоев нет» уже на протяжении полугода. За эти полгода я успел понять, что у нас очень слаженный и очень дружный коллектив, который в любой трудной минуте, и даже не трудной, им всегда поможет. Это было видно из тех проектов, которые мы уже успели реализовать и реализовываем на данный момент. А также хотелось бы поделиться тем, что за эти полгода я успел достичь профессионального роста в компании, и уже всего за полгода стал руководителем проекта. Поэтому могу сказать, что мне очень крупно повезло, что я попал в эту компанию, и думаю, что вскоре удача будет и на вашей стороне. Успехов! Итак, здравствуй, коллега! И если ты смотришь данное видео, значит, я работаю в компании «Простоев нет», а ты, возможно, скоро пополнишь наши ряды. Итак, помимо карьерного, профессионального и личностного роста, ты получишь возможность работать удаленно, возможность работать с гибким графиком, ты получишь доступ ко всем обучающим материалам компании и накопленной библиотеке, с тобой поделиться опытом реализации различных проектов. Работая здесь, ты получишь опыт преподавания и опыт работы с реальными заказчиками. Ты попадешь в сплоченный коллектив профессионалов, дополняющих своими компетенциями друг друга и учащихся друг у друга. Приходи к нам, приноси свой опыт, свои идеи, свои компетенции. До встречи на проектах! Ждем тебя! Коллеги, свою часть выступления я бы хотел закончить. Я специально не стал грузить вас сложными формулами, расчета вероятности отказа, классификации отказов, классификации причин отказов, связи коренных причин и непосредственных причин, способами расчета последствий отказа в денежной форме, расчета оптимальных режимов планирования ТАИР, ремонтных воздействий ТАИР с учетом рисков отказов. Потому что мы это все реализовали уже в нашем программном продукте. Сохраняю интригу, ждите, самые терпеливые увидят его в действии. Александр Клименко вам все это покажет. А дальше передаю слово коллегам и остаюсь с вами в зрительном зале. Спасибо! Привет! Я мультяшный робот Простоевнет. Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР», «Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев. Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос с преподавателем и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе СДО «Простоев.нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно – это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от «Простоев.нет», которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео. И записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!